Волга Театральная Волга Театральная Волга Театральная недели, мы с удовольствием в месяц тут показывали всех. Или весь сезон. Да, или весь сезон. Но в этом году у нас было 96 заявок. Ничего себе. Да. 96 театров Приволского федерального округа. Наверное, все, Владимир Савченко, так долго. Да, и изъявили желание участвовать в нашем фестивале. Поэтому мы очень даже капризничать начали. Это много значит, да, наверное, вот то, что... Это репутация. Да, репутация и престижный он такой становится, фестиваль, раз все хотят участвовать. Еще престижность и в том, что решением секретариата союза театральных деятелей фестивали округов, вот в данном случае нашего Приволска федерального, а это единственный фестиваль, объединяющий театры именно округа, кто победит, а фестиваль у нас конкурсный, тот автоматически попадает в шорт-лист нашей золотой маски. Вот так. Минуя экспертный совет. Вот это новость. Это еще один бонус. Это еще один бонус, наверное, с этим и связано такое количество заявок и звонков. Это очень круто. Потому что победить в Самаре на фестивале округа, да, это значит, ты получаешь билет в Москву на золотую маску. Попытать там счастье. Ничего себе. Это родилось, когда первый фестиваль у нас прошел совершенно шумно и замечательно. А я, как секретарь союза, после каждого фестиваля держу отчет в Москве. И принято вот такое решение, причем благодаря нам, между прочим, это коснулось всех округов нашей страны, у которых есть фестивали, что вот такой билетик на золотую маску можно получить. Ну класс, вообще здорово. Евгения Борисовна, как город готовится к этому празднованию вообще? Я считаю, что это праздник театральный, во-первых, в первую очередь. Конечно. Как готовится город? Потому что предоставляются и площадки, да, и каким-то образом мы наших гостей встречаем. Что у нас в городе в этом смысле происходит? Ну, конечно, мы готовимся с радостью. Мы помогаем. Ну, за счет бюджета, в общем-то, этот фестиваль проводится. По положению все права и обязанности, они прописаны. И поэтому, конечно, огромное спасибо союзу нашему Самарскому, который взял на себя функции организаторов. Целиком и полностью, вот как гостеприимные хозяева, принимают, ухаживают, расселяют, кормят, возят. Конечно, вот город поддерживает субсидиарно, а главные хозяева, организаторы, конечно, это Владимир Александрович и его замечательные коллеги. А мы рады, мы понимаем, что, конечно, и Министерство культуры нас поддерживает, потому что мы работаем на нескольких площадках, в том числе основная, это Самарский академический театр драмы, там пройдет семь спектаклей. Конечно, спасибо за такую возможность. Это, ну, главная театральная площадка нашего города, региона. И, в общем-то, не для того, чтобы обменяться комплиментами, а это действительно так, потому что и мы знаем, и наши зрители знают, что, в общем-то, финансовая ситуация не так проста. Тем более, наш город принимает чемпионат мира. Я хотела этого коснуться, что, да, не всегда хватает денег на культуру, но мы прям упорно уже третий раз Волга театральная. Мы видим, как хорошеет наш город. Это, естественно, несмотря на это, администрация нашего города решила этот фестиваль сохранить. Вот. За это, конечно, огромное спасибо за понимание, что замечательный футбол. Чудная игра, правда? Прекрасно. Но на этом жизнь не заканчивается. Да, Олег Борисович, действительно, он поддерживает, интересуется всегда театральным искусством. И Волга театральная живет в том числе благодаря его личной поддержке. И еще мы можем похвастаться, что принято решение, Олег Борисович, чем в 2018 году открыть новый муниципальный театр нашего города, молодежный театр. Все-таки, все-таки, ему быть. Все-таки, да. Прекрасно. Под замечательный курс, который выпускается как раз летом следующего года нашего института, курс Ирины Антонии Сидоренко. Наконец-то мечта наша сбылась. И могу сказать, что это третий межрегиональный фестиваль последний, в котором не будет принимать участие молодежный театр. Следующий молодежный театр города Самары будет в этой же афише. Итак, к афише вернемся, потому что у нас есть несколько фрагментов, нескольких спектаклей уже участников. Давайте немножечко о них все-таки поподробнее. Про кого первым хочется рассказать? Ну, естественно, надо сказать про наши правила нашего фестиваля, что тот, кто получает гран-при, то есть высший приз нашего фестиваля, имеет право повторить визит к нам на следующий фестиваль. Вот в прошлом, на втором фестивале, хороший театр, замечательный театр юного зрителя из Перми, показали удивительный, я бы сказал, спектакль господа Головлёвы. И совершенно неудивительно, что это, конечно, гран-при. И в этой афише они привозят нам пьесу, которая раньше шла, ну, практически во всех театрах Советского Союза, где-то, наверное, 70-е, 80-е годы. Ну, так бывает, что как-то вред какой театр её не ставит. Она шла даже и в нашем Академическом театре драмы, и потом они как бы забыли. И вдруг эта пьеса о щемящей человеческой душе, это продавец дожжа. Вот эта пьеса опять возвращается на российскую сцену, потому что она прекрасная пьеса. И привозит победитель прошлого фестиваля, Пермский театр юного зрителя. У нас впервые очень хороший театр будет принимать участие. Это Ульяновский театр драмы имени Гончарова. Ульяновск был представлен другим театром, да? Да. Гран-при первого фестиваля нашего. Это театр кукол из Ульяновска. И вот, наконец-то, у нас драма. Спектакль очень красивый «Капитанская дочка Пушкина». Он просто очень красивый и зрелищный, этот спектакль. Я думаю, глаз зрителя точно получит удовольствие. Ну и давайте, пока вы уже раз заговорили о «Капитанской дочке», есть у нас фрагмент этого спектакля, который предоставил этот театр. Давайте небольшой фрагмент посмотрим и вернемся. «Капитанской дочке» 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 Жива! 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 Жизнь всему научит, Аруся! Будет верно, когда о страхе позабудешь! Ваши! Он не оставит! Жива! Нашелся, не быть человек по сердцу! Совет, только рыбой, следите! Как жили вы с Василисой Егоровной? Да! Поцелуй не слышали! Прощай, мой Иван Васильевич! Отпусти меня, коли сжёг я тебя на задней плаху! Да! Прощай! Будет! Ступайте! Прощай! Прощай, Маша! Прощай, Маша! Прощай! 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 КОНЕЦ КОНЕЦ Такое разнообразие жанров. Красиво ведь, правда? Конечно, красиво, но мне хочется, чтобы пришли зрители, посмотрели воочию, потому что маленький фрагмент, это же только удочку забрасывали. Вообще, знаете, вот что мы обнаружили, я с Евгением Борисовичем, на этом фестивале спектакли имеют какой-то позитивный вектор. Как-то нет чернухи. И в принципе, это, между прочим, и золотая маска этого года. Они тоже делают свою статистику, тоже обратили внимание, что российский театр чаще стал возвращаться к позитиву. Чаще стал улыбаться. А от жюри это не зависит от той комиссии, которая отсматривает и выбирает спектакли? Может быть... Жюри ничего не выбирает? Нет, комиссия, я имею в виду, какая-то, которая отсматривает люди. Это же специальная комиссия есть, правильно, экспертная? Экспертная комиссия, она у нас в Москве. Может быть, эти люди позитивные просто, которые выбирают такие позитивные спектакли? Есть такой момент? Нет, я думаю, что... Или в целом? Я думаю, знаете, когда страна начинает как-то вставать на ноги, есть время оглянуться на человека. А человеку свойственно улыбаться и радоваться. Это не то, что мы сейчас привезем сплошную комедию, ха-ха-ха. Это не ха-ха-та. Просто это возвращается к сути русского театра, в принципе. А русский театр никогда не был просто зрелищным предприятием на провести вечерок. Всегда о чем-то и подумать. Но подумать иногда с улыбкой. Многообразие спектаклей, многообразие форм и вообще, кто во что горастет, да, когда приезжает много театров, есть возможность увидеть, в каком городе, может быть, какие веяния, какие явления, какие философские, может быть, даже мысли. И как раз про улыбаться все-таки, повеселиться и так далее, я знаю, что еще один из театров привозит Фигаро, да, на котором уж точно можно будет отдушить. Есть даже такой фигаро, не только Фигаро, да, но и улыбайтесь. А, улыбайтесь, господи. Ну, это горе, это же сатира. Конечно. Это сатира горе. Это же в самом названии одного из спектаклей. Про Фигаро хочется, да, несколько слов, потому что это всегда зрелищно, всегда очень весело. Это академический старейший русский театр имени Качалова из Казани. Театр, 225 лет театру, то есть он намного старше нашей драмы. Театр очень сильный, очень крепкий, очень марочный, как мы говорим. Они были у нас на первом фестивале, вот, а с успехом прошли. На второй фестиваль мы сказали, нет, будет ротация. По очереди. По очереди, по очереди. И когда мы выяснили, что у них есть замечательный спектакль Жени Ба Фигаро, причем очень тоже красивый, и они только что свозили, как пробано, на фестиваль «Балтийский дом» в Петербург, и там сделали фурор, тут уже я сам позвонил и говорю, пойдемте к нам. Просто очень хотелось, чтобы наш зритель тоже увидел хороший материал. Ну и тем, кому не удастся, может быть, сходить на спектакль Казанского театра, давайте тоже небольшой фрагмент посмотрим из «Жени Ба Фигаро». Цветок родится и умрет, проживший день всего, пираж восторга нам свергнет, глядей же нет веков. Не долг счастья, привет во тьме ночной житейских бед, во веках молнии свет, во тьме житейских бед. Как красота души хрупка, как окредок дружбы с небом, и как в любви нас ждет тоска за краткими путем. Но пусть восторг рамчится сном, всегда мы то переживем, что мы с ним зовем, мы то переживем. Пока в озорной небесам, откуда я сидел, Пока блестит цветок, красавица, медленно скорбь идти, Пробеги быстрые считая, дайся, расти с нам мечтой, Пробудешься родной, пробудешься родной. Ибо! Сколько же всего театров принимает участие в этом году в Волге Театральной? Сколько спектаклей самарцы видят? У нас 14 спектаклей в афише. Театры из 11 городов. Из 7 регионов Российской Федерации. Из 3 республик. Слушай, ну это широкая география, это прям очень... Но наш департамент культуры свою статистику сделали буквально сегодня. И, Борис, там интересные есть по 3 фестивалям, как фестиваль развивается. Несколько цифр. Ну да, за 3 фестивальных года, кто к нам приезжал в гости. Это 28 государственных и муниципальных театров. Вот так. 17 городов. Вот так. Показано нашим самарским зрителям 40 спектаклей. И зрителей на них 16 тысяч человек. Но если быть точным, 15 тысяч 995. Вот такой вот. Пять человек опоздали. Провки застряли. Пять человек, до которых не по билетам. Это мы с тобой. Да-да-да. Фестивальный жюри, наверное. Ну хорошая статистика за 3 фестиваля. Это отличная. Вот смотрите, есть такая приятная вещь, как человек, особенно театрал, а Самара, да, как известно, зритель самарский, всегда театр любит, поддерживает, ходит. И театры не бывают пустыми. Никакие причем, да, насколько я знаю. Так билетов в фестиваль нет ни одного. Но это же уникальная возможность именно не самому купить билет в другой город, поехать, да, что-то посмотреть, потому что нет такой возможности. А к тебе вот оно все, оно к тебе приехало. Это просто счастье и праздник, когда к нам приезжают такие, ну, отличные, действительно, марочные театры. Но где мы можем увидеть Казань? Где мы увидим Оренбург? Вот в прошлые годы замечательный Мордовский театр. Их было два. Ну где мы все это можем увидеть? И русский мордовский, и мордовский. Национальный саранский был. Будет ли в этом году что-то играть на своем родном, нерусском языке? Вот, вот я хотел. Ну, конечно, полюбившийся альмейчик. Альмейчевский есть. Два фестиваля. Это «Любовь Самары», когда в наушниках перевод мы слушаем Ромео Джульетта, который почему-то говорит по-татарски. А вот, ну, это театр в татарске. И, значит, действительно-то их любят. Что нам говорит Татарстан? Татарстан обиделся. Почему один альмейчевский, говорит мне, председатель Татарстана, Союз театральных детей, Татарстана, Фарид, он говорит, ну, почему ты прицепился к моему альмейчевску? Я говорю, это не я прицепился. Это Замарева. У меня еще есть. Вот, например, набережные челны. Они номинанты «Золотой маски» в этом году. А ты один альмейчевский, один альмейчевский, один альмейчевский. Будут набережные челны. Вот приезжает театр «Мастеровые», действительно, они номинанты «Золотой маски». Не с этим спектаклем. Мы специально не берем спектакли, номинированные на главную национальную премию, потому что фестиваль конкурсный, тогда нечестно получится. Нет, не этим спектаклем, но этот театр. Вот. Привозят спектакль Карл и Анна в помещение театра «Самарская площадь». Очень интересное. Есть о чем подумать. Мне еще хочется вернуться немножечко к продавцу «Дождя», о котором мы проговорили. И у нас тоже есть фрагмент, но мы его еще не посмотрели. Заинтриговал, Владимир Александрович, не только меня, я думаю, но и наших телезрителей. Давайте фрагмент Пермского театра посмотрим. Спектакль «Продавец дождя». Смотрим. Лизик. Да? Мы тут подумали, и братья твои, и я. И решили. Решили? Что же вы решили? Мы сейчас поработаем, а потом съездим в Три-Поинт. Ну? Мы хотим пригласить Павела на обед. Я полагаю, ты не раздражаешься. Если вы это сделаете, мне здесь не будет. Могу я пригласить человека пообедать со мной или нет? Постой, пап. Лизик не хочет, чтобы мы приглашали Фарбу на обед. Мы не будем его звать. Мы не будем делать то, чего не хочет делать она. Да, но это самая безумная затея. Да ну, не слушай его, Лизик. И ты, Иджин, вы же шаги не сделаете без того, чтобы не посоветоваться с мной. Потому что он единственный из нас, кто трезво смотрит на вещи. Уступи мне, Лизик, будь хоть раз, неблагоразумная. Довольно глупый совет. Что глупого я сказал? Все, что нельзя вычислить, занести в эти книги, ты называешь глупостью. Мы будем спорить с парой. Лизик не хочет, чтобы мы ездили в Три-Поинт. И мы не поедем. Гордость? Она кое-что значит. Гордость? Да. И Лизи, и я, мы знаем, что такое гордость. Я прав, Лизи? Да. Лизи, посмотри мне в глаза. Это правда? Я не ошибаюсь? Если тебе хочется кого-либо пригласить, я не возражаю. Только не Файл, пап. Почему, Лизи? Потому что, когда мы едем в город, Файл всегда очень любезен с Ноем и с Джимом. А со мной он еле здоровый, целый, не только не замечает, и он все-таки подчеркивает, что я ему безразлична. Вот, если мужчина подчеркивает, что женщина ему безразлична, это значит, она ему не безразлична. Ну так как же? Приглашать? Нет. Нет! Я сказала нет! Как на все успеть? Как везде? Как везде? Это невозможно. Это невозможно. Надо выбирать. Без шансов. Выбирать. Ну, потому что каждый вечер по два спектакля фактически. Как здесь успеть везде? Никак. Ваши друзья, коллеги, может быть, да? Для коллег же, вот, Владимир Александрович, для ваших, наверное, тоже это в радость, да, других посмотреть? Да, конечно. Уже распределяются там люди? Я сюда хочу, я сюда хочу. Вообще вот такие куларные вещи есть? Есть, но они нас спрашивают, а что бы посоветовали? Мы говорим, выбирайте сами, выбирайте сами. Причем нам всегда некогда им отвечать, потому что фестиваль готовится очень шумно. Вот еще вы будете в Самарске приставать к нам. Ну, черт. Но на самом деле это радостная история, когда идет ажиотаж и в нашем театральном сообществе, когда, естественно, хочется посмотреть. Потом есть лабораторная составляющая фестиваля. Ну, это тоже очень важная вещь. Важно, где мы при закрытых дверях смотрим, обсуждаем и смотрим, куда движется наш российский театр, потому что театр – дело живое, он обязательно должен двигаться. Вот, куда движется сегодня? И с этой точки зрения смотрим, а вот в этой новой тенденции российского театра, как вписываются театры, приехавшие на фестиваль, они в тренде, они чувствуют это веяние русского театра, или они сидят как в 50-е годы прошлого века? Ну, и тем более, надо сказать, что и жюри фестиваля, оно совершенно потрясающее. Владимир Александрович тоже, наверное, скажет. Ну, это ведущие критики страны. Вот. Я обязательно должен об этом сказать, потому что постоянно меня спрашивают, в основном журналисты любят вот это, почему вот ротация в театрах есть, а в жюри ротации нет, почему одни и те же ведущие критики страны? Я, знаете, на что... Я долго думал, что им ответить, наконец-то. Я спросил, сколько у нас в стране жаресов-фалферовых? Один. Сколько у нас докторов Рошали? Аналогично. Сколько лауреатов Нобелевской премии? Долго думал, Вято, Владимир Александрович. Большие специалисты не ходят толпами ни в одной стране мира, и в нашей тоже. Их ценить надо. Спасибо, что они так полюбили Самару и не отказывают нам. Есть еще такой момент, как призы и награды, да, что очень важно. Вот у нас стоит прекрасная статуэтка. Значит, фестиваль начинается завтра, 23 сентября, заканчивается он 30 сентября. Что получат победители в конце? Так, ну, значит, ну, естественно, диплом фестиваля, естественно, вот эта замечательная наша статуэтка, это авторская работа Николая Куклева. Кстати, очень симпатичная, с видами нашего города, с нашим, вот это вот, крылья наши замечательные, все у нас тут красиво. Вот, самое главное, что получат театры? Они получат статус. Победа на таком крупном фестивале – это статус. Они моментально на всех своих сайтах, на всех своих портфолио это размещают как победу. Вот это самое главное. А это просто память о том, что они были у нас. А будет торжественное и открытие, и закрытие. Давайте скажем, где это пройдет, в каких целях. Открываемся мы нашим спектаклем «Вишневый сад», театр «Самарская площадь», в театре «Самарская площадь». Мы впервые открываемся нашим театрам. Потому что по правилу обычно открываются и закрываются, считайте, самые престижные моменты открытия-закрытия. То выставляют или самый лучший спектакль, туда и туда, или хозяин. Ну, в данном случае мы решили, что, когда появился наш «Вишневый сад», нам показалось, что он фестивальный. Помимо того, что он чехов, там очень много есть фестивальных моментов, неожиданностей, спорных вещей, о которых можно поговорить, потому что... Которые надо показать. Надо показать. Потому что есть у любого театра рядовая афиша, ежедневная афиша для того, где он работает. 10 секунд до конца, закрываемся где и чем. Как всегда, нет, не хватило времени. Закрываемся мы Оренбургом в помещении драматического театра, а потом будет награждение. 30-го числа. 30-го числа. Друзья, приходите на «Волгу театральную», не пожалеете никогда ни времени, ни своего. Приходите, наслаждайтесь. Прощаюсь с вами до следующей пятницы. Проведите выходные с пользой и с удовольствием. До встречи. Субтитры подогнал «Симон»!